Пожалуйста, конечно, Полтава это не сельская, не ковридская сельская рада. И если даже допустить, что вы победите здесь, исходя из опыта последнего голосования в Верховную Раду, свобода вряд ли наберет у нас в Минской Раде большинство. И вам придется все равно анонировать и с кем-то заключать компромисс и союз среди депутатов, чтобы иметь свое большинство, иначе у вас получится вы сами по себе, а Рада сама по себе, вы это знаете. Вот с какими политическими силами вы будете сотрудничать, если у вас не будет своего большинства в Полтавской Минской Раде? А то может так получиться, что Сахар сыграет свою роль, депутат, мисским главом стоите вы, а большинство депутатов, как сейчас 63%, станут, совесть Украины останутся. Что вы тогда будете делать и с кем будете работать, с каким политическим силом? Дякую за запитание. Сельская, селищная, мисская рада – это не политический орган. Это 100% господарка. Політика начинается от областной Ради и высшей Верховной Ради. Там политика. В Минской Раде политики 1-2, максимум 10%, не больше. Політика – это переименование улиц, установление мемориальных домов, установление памятников, шанувание героев. Это политика, в деякий момент. По своей работе у Ковалевской сельской Раде у меня не было там опозиции. Я проводил межу для органов місцевого самоврядувания, вот село, селище, місто. Концепція АТАСАПа, принципи, писание. Есть две категории людей, которые пришли до влади что-то стирать, и которые пришли до влади среализовать свои политические амбіції, довести людям, что он классный, может быть, депутат, работать на громаду, чтобы оставить по себе добру, память, ну и так далее. Чтобы политический карьерный рест был. Так же и в Минской Раде у меня будет две категории депутатов. Независимо от того, до какой политической силы относится депутат, если он разом со мной закотит рукава, возьмет кайло и будет строить дорогу, будет строить садок, будет строить еще какие-то вещи, я ему притягну руку и мы с ним будем наибольшими друзьями, независимо от политической принадлежности. Поэтому по своей природе я не конфликтная человек, я дипломат, я найду спільную мову з усіма политическими силами, я найду спільную мову з адекватными депутатами в каждой политической силе. Больше того, если мне, как миссистором, как миссистором, пропонуватиметься те или иное решение на сессии Минской Рады, конечно, оно будет прописано в интересах полтавской громады, и сессия будет происходить в Минскому Будинку Культури, где придут полтавцы, поверьте мне, проголосует большинство депутатов за все нормальные решения. Конечно, если там будут лоббистские решения, где-то выделить землю, место в итоге, ничего не получают, а певные бизнес-структуры, поэтому зарабатывают очень шикарно. Ну, конечно, по-перше, я блокирую такие решения, по-друге, я звертатимусь до громадственности, если мы не выносимыся певными группами депутатов, которые пришли туда с тирки. Поэтому, я гадаю, найдемо спільную мову, и мы сформуем большинство. Ну, а, користуюсь, я с нагодой, и до дня выборов я буду агитовать за всеукраинское объединение «Свобода», за нашу команду «Свободовську». Это те люди, которым я доверяю, это те люди, которые не вкрадут, это те люди, которые порядные, это те люди, которые прошли войну, прошли Майдан, и люди не отвечают шкурных интересов. Люди отвечают интересы служению Украине. Тому, конечно, буду просить полтавскую команду поддерживать всеукраинское объединение «Свобода» на выборах до Полтавской муської ради. А так, в общем, мы с усмой найдем больше того, даже взять мер от Полтавы классный проект. В ЖДНК есть ряд хороших идей, хороших проектов. Мы готовы их реализовывать. Все розумные вещи мы умеем очути. Больше того, мы готовы запросить тех людей, которые готовы очути той или иной направленность работы. Будь ласка. Будь ласка, если это интересы громады, пожалуйста, попробуйте, працюйте. Я только за. Хорошо.